Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Председатель партии «Перемен» адвокат Штефан Глигер считает нецелесообразными протесты в Молдове на данном этапе времени. Об этом он заявил в рамках программы «Территория свободы» с Лилией Бураковски. Политик утверждает, что нельзя сравнивать протесты 2015-16 годов с теми, что проводятся в последнее время в стране, передает Лиса МД. Экономическая ситуация ухудшается, но как протест поможет ее улучшить. Протесты 2015-16 годов были протестами против олигархического режима, который украл миллиард, который осуществлял контрабанду всего, что только можно. Эти ситуации не имеют ничего общего, заявил Глигер. Мы говорим о правительстве, которое получило доверие людей. 63 мандата, и оно взяло на себя обязательства в контрасте с узурпаторами власти говорить правду, объяснять людям, что они делают, но они этого не делают. отметил лидер партии «Перемен». Политик убежден, что недостатки власти не являются причиной для ее свержения. Это не основание свергать эту власть. Более того, проводить протесты во время пандемического, энергетического и экономического кризиса – это идиотизм и форменная безответственность перед обществом и государством. Внепарламентская оппозиция должна не потакать власти, а требовать, чтобы власть вела себя соответственно, подчеркнул лидер ПП. «Сегодня ПДС и не ведет себя соответственно, но это не значит, что я, партия «Перемен», наши территориальные команды выйдут на площадь свергать этот парламент и это правительство. Это наиглупейший и наибезответственнейший сценарий, на который может пойти гражданин, политик и ответственный человек», – заявил Глигер. «Сегодня правительство является слабым. Оно не знает, как коммуницировать с гражданами, не знает, как и о чем отчитываться перед гражданами. Многие не знают, чем они должны заниматься. Но это не основание для свержения власти. Это основание для улучшения работы правительства и парламентского большинства, которое только учится законотворчеству», – отметил политик. «Мы, как внепарламентское формирование, будем выдвигать конкретные предложения и настаивать на их реализации. В первую очередь мы требуем ясности в том, что касается контракта с «Газпромом». Это не предмет каких-то секретных обсуждений», – подытожил Штефан Глигер. Напомним, Молдова стремительно погружается в энергетический кризис и выражается он вовсе не только в многомиллионных долгах Кишинева перед «Газпромом». Как в столице страны проходят кизяковые протесты, растут цены на топливо и на хлеб, а жители покидают обнищавшие государства. Стаб Энергомор требует собравшиеся у парламента Молдовы. В центре Кишинева несколько сотен протестующих. В руках флаги, транспаранты, лопаты и пакеты. В пакетах, и если по словарю, то прессованный навоз, употребляющийся как топливо на юге и на востоке. А если попросту, то кизяк. Кизяковый аргумент – один из важнейших в ландшафте молдавской уличной политики. К нему прибегает, если речь заходит о российском газе и молдавских ценах на него. В первую очередь, когда они растут, разумеется. В 2018 году, например, оппозиционный политик Михаил Попшой выходил на протест «Нет, не с брикетами, а с плакатом «Страна переходит на кизяк. Вам не стыдно?». Теперь Попшой – вице-спикер парламента, а Майя Санду – его соратница по тогдашним протестам против высоких тарифов – президент страны. Попшою вручали похожий плакат в прошлом ноябре прямо в парламенте. А совсем недавно на очередной протестной акции митингующие выставили картонную фигуру нынешнего вице-спикера снабдив ее злополучным плакатом. Тем же, но чуть перефразированным «Страна топит кизяком, а нам вообще не стыдно». До самого прессованного и употребляющегося в политической полемике доходит все же редко. Здесь у парламента Молдовы как раз такой случай. «Тут тонны», сообщает один из протестующих у парламента. В руке плакат «Топите за себя», за спиной наполненный черный пакет. Тонны не тонны, а сотня другая килограммов кирпичей из этой самой субстанции вполне может и набраться. «2 тысячи лей для нас – обычная пенсия», – говорит протестующая. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!